У меня был проект для подростков, потом был проект для тридцатилетних, тридцати плюс, и вот это трилогия получается. Мне достался проект со старшим поколением, то есть мне надо делать про старость, я думаю, ну я хоть и старость, но я буду делать про молодость. То есть это спектакль про молодость, о молодости. А помнишь, стоматолога? Ну он делался именно для Прокопьевска, под Прокопьевск, на Прокопьевской зрителей, поэтому я там прожил какой-то, ну, участвовал в своей жизни в этом городе, просто ездил, общался, у меня даже экскурсия была по городу. Это такой, ну, по сути, это заказ, заказ для театра, ну, в смысле, для города. И сначала у меня был один концепт, потом пообщавшись с людьми в автобусах, магазинах, там, в театре, я понял, что можно, ну, какой-то вот такой спектакль. Можно сказать, не депрессивный, такой какой-то, дающий надежду. Ну, это вообще мой первый спектакль в репертуарном театре, то есть до этого я делал какие-то, ну, проектные работы, то есть я брал друзей, будем говорить, пойдемте, парни, что-нибудь делаем. А тут меня позвали именно в репертуарный театр, ну, то есть я их не знаю, их не видел, я с цехами так вот не работал, ну, то есть дебют, можно сказать. Петербург сказал, что у человека есть, там, молодость, там, зрелость и старость, там, три возраста, да, у человека в театре их два. Это молодость и сразу старость, то есть нет среднего. То есть либо это молодой театр, либо это старый театр. То есть театрное искусство должно быть только молодым.